Совмещение классики, фольклора и рок-музыки, соединение купаловской поэзии с современной хореографией и эстрадным вокалом. Все вместе гениальное произведение. К 70-летию со дня рождения Владимира Мулявина на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра была представлена рок-опера «Курган». Новое музыкальное и сценическое прочтение знаменитого произведения представил поэт Андрей Скорынкин. Эй, ты князь, эй, посланный на целый белый свет, не такую задумал ты думал. Проект создан на основе недавно выпущенного компакт-диска рок-опера «Курган». И если 30 лет назад легендарный Виа Песняры исполнял произведение исключительно как музыкальное, то сейчас это полноценный драматический спектакль со сценическим действием, поддерживаемым хореографией. Над которой трудился руководитель государственного ансамбля танца Белоруссии Валентин Дуткевич. Одним из самых ярких составляющих постановки являются графические работы народного художника Белоруссии Орлена Кашкуревича по мотивам этой поэмы и других произведений Янки Купалы, которые проецировались на специальный экран. Кроме того, в новую версию рок-оперы введена фигура рассказчика, в образе которого выступил признанный мастер драмы, руководитель Республиканского театра белорусской драматургии Валерий Анисенко. Что касается национальной культуры, во все часы так было, есть и будет. Это особливо звонкая сторонка нашей творчества. Тут мы проявляемся, как нигде. В одном произведении соединились только знаковых для нашей страны имен. Янка Купала, Игорь Лучинок, Владимир Мулявин, Кантата Курган. Дипломная работа молодого композитора Игоря Лучинка, на которую в свое время обратил внимание Владимир Мулявин, и они вместе аранжировали ее в стилистике прогрессив-рока. Немножко освежились как-то звуки, но аранжировка и музыка остались у Лучинка и Мулявин. Смело можно об этом говорить. Чуть-чуть добавились какие-то импровизации, и другие люди появились. Артистов для постановки автор и руководитель проекта Андрей Скоринкин выбирал лично. А вот партию Гуслера он выучил еще 30 лет назад. В новом проекте поэт сам и исполнил эту партию. А к совместной работе Скоринкин пригласил мэтров Анатолия Ермоленко, Валерия Дайнека и Ино Фанасьеву. Я еще не пел, честно говоря, никогда таких демонов. Я вообще лирический такой герой. Но я подумал, получится ли нет. Это очень сложная вокальная партия, безусловно сложная вокальная партия. Но как-то она мне так легко далась. Создатели новой рок-оперы «Курган» бережливо сохранили все то, что было сделано. И, конечно, добавили свое современное звучание. Новое рождение увенчалось успехом. И наверняка рок-оперу «Курган» теперь можно смело представлять как визитную карточку нашей национальной культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова